Далее вы увидите, что нашли в подземном лабиринте под великими пирамидами Египта, и почему это открытие засекречено. Эти архивы были составлены жителями Атлантиды. Такую энергию дав мирное бы русло. Это безумие или отвага? Как отдыхают наши соотечественники? И какие туристы в мире самые некультурные? Мы скучаем по тем временам, когда русские прыгали с крыши в бассейн. Шокирующая правда о биотерроризме. Анализы состава продуктов убийц не показывают никаких вредных веществ. Но человечество с вероятностью 90% погибнет в течение ближайших десятилетий. Ежегодно на 300-350 тысяч человек бесплодных появляется снова. То есть целые города бесплодных людей. Как же создавалось это великое чудо света египетские пирамиды? Еще недавно у науки был ответ на этот вопрос. Историки рассказывали нам, что грандиозные сооружения строили вручную. Рабы таскали на веревках огромные камни по насыпным пандусам. Однако, когда инженеры попытались воссоздать этот процесс, выяснилось, что таким образом это сделать невозможно. Пандусы должны быть больше, чем сами пирамиды. Дальнейшие исследования и вовсе разбили эту версию в пух и прах. Уложить руками камни с такой точностью, как они лежат, просто невозможно. Одна за другой возникали самые безумные гипотезы, пока совсем недавно французский профессор Жосеф Давидовец не сделал перевод одного древнего документа. Как считает сам ученый, там описан ни много ни мало, как рецепт бетонной смеси для заливки блоков пирамид. Неужели древние египтяне обладали технологией приготовления бетона? Или, поставим вопрос по-другому, кто предоставил им эту технологию? Смотрим. Жозеф Давидовец участвовал в археологических экспедициях в Египте и провел лабораторное испытание фрагментов древних блоков. В результате доктор химических наук сделал шокирующий вывод. Пирамида Хеопса построена не из каменных глыб, а из геополимерного бетона. Сверхпрочный материал, который современная цивилизация научилась производить лишь в 20 веке, применяли в Древнем Египте. Рецепт получения мягкого камня исследователь обнаружил на Стелле эпохи фараона Джосера. Автор древнего текста перечисляет 13 компонентов, среди которых известь, зола, соль. На Стелле сохранилось имя автора. Им был скульптор Эртисон. Он жил во времена Среднего царства. Это спустя 600 лет после постройки пирамиды Хеопса. Он написал на Стелле, что у него есть знание, как создать некий строительный материал из камня. Это было знание, которое он использовал с разрешения фараона. Если посмотреть на иероглифы, технические термины описывают точную технологию создания каменных блоков. В Египте все записывалось. Нужно только правильно переводить термины. Кто передал древнеегипетским мастерам зашифрованный в иероглифах «Рецепт мягкого камня». Кто тысячи лет назад знал, как получить аналог сверхпрочного геополимерного бетона? Это могла быть исчезнувшая высокоразвитая цивилизация. Следы ее существования обнаружил египтолог Грэм Хэнка. Он детально изучил монументы долины Гизы. Британский ученый сначала подобрался к разгадке того, почему сфинкс – это лев с головой человека. Куда он смотрит? Чье у него лицо? И зачем он нужен? Официальная точка зрения Грэма Хэнка не устраивала. Она гласит, что сфинкс – это статуя фараона Хафры, владельца второй пирамиды, и построена четыре с половиной тысячи лет назад. Но новейшие данные геологии показали, что монумент гораздо старше. Эрозия на теле сфинкса является результатом того, что он находился тысячи лет под экстремально сильным дождем. Такого дождя в Египте не было за последние пять тысяч лет. Нужно идти за тысячи лет до этого, чтобы наткнуться на упоминание про действительно сильный дождь на исходе ледникового периода, который мог быть причиной такой эрозии сфинкса. В таком случае, когда же и кем был построен великий сфинкс? Вероятный ответ на первый вопрос Хэнкок получил неожиданно. С помощью точнейших компьютерных программ он вычислил, куда смотрит статуя. Оказалось, в условную точку на горизонте, где восходит Солнце, в день весеннего равноденствия. Что бы это значило? Какие еще астрономические объекты находятся на небе там, куда устремлен взгляд сфинкса? Созвездие Зодиака. Но из-за сложного вращения Земли они постепенно сдвигаются на небе. Тут Хэнкока осенила догадка. Оставалось понять, когда перед восходом Солнца статуя смотрела на созвездие, которое, вероятно, олицетворяет льва. Так получилась дата. На рассвете, в день весеннего равноденствия, за 10 500 лет до нашей эры, точно в этот момент созвездие льва находится точно над великим сфинксом, который, конечно, является скульптурой с телом льва. И, как мы предполагаем, изначально и с львиной головой. Потом те, кто обнаружил эту скульптуру, переделали ее в скульптуру с лицом человека. Но изначально это был полностью лев. Но кто и зачем сделал льву голову человека? И чье же это лицо? Облик сильно поврежден, но компьютерная реконструкция внешности дала поразительные результаты. Тот, кого олицетворяет сфинкс, явно не был человеком. Лицо сфинкса, оно отличается от любой человеческой расы, и это не является, как считают египтологи, лицом фараона Хафра. Доказано, что на самом деле ни одно земное лицо не похоже на лицо сфинкса. Возможно, пирамиды Гизы не случайно имеют связь со звездами. Грэм Ханкок посмотрел на долину сверху и увидел, что три пирамиды и река Нил в точности повторяют схему созвездия Орион. Однако ему не давала покоя небольшая погрешность. Ханкок понял, что на плато Гиза опять же отражена не сегодняшняя карта небес. Если вы возьмете астрономическую компьютерную программу и начнете пролистывать обратно картины неба, вы заметите изменение расположения созвездия Ориона до тех пор, пока вы не дойдете до 10500 года до нашей эры. Это 12500 лет назад. Там потрясающее сходство тех трех звезд и пирамид становится просто идеальным. Более того, река Нил полностью совпадает с своей позицией с расположением Млечного Пути в этот момент времени, 12500 лет назад. Я не говорю, что тот, кто создавал комплекс Гизы, также расположил Нил там. Нил уже был там, но это месторасположение было выбрано из расположения реки Нил в то время. 12500 лет назад. Принято считать, что в то время на Земле не было ни одной известной нам цивилизации, тем более настолько развитой, чтобы строить гигантские скульптуры вроде сфинкса. Откуда она взялась? Возможно, ответ на этот вопрос стоит поискать в подземных тайниках великих пирамид и сфинкса. Международная группа ученых из Японии, Франции и Канады исследовала территорию пирамид Гизы с помощью инфракрасного сканера. Результаты сканирования шокировали экспертов. Тепловизор показал, что под Великой пирамидой Хеопса и сфинксом есть участки, где температура на 6 градусов выше окружающей среды. На этих снимках они обозначены красным цветом. Ученые уверены, это скрытые под землей тайные лабиринты строителей пирамид. Но речь идет вовсе не о древних египтянах. По одной из гипотез, это легендарный зал летописей Атлантиды. Его существование предсказал американский провидец Эдгар Кейси. Согласно его пророчеству, вход в зал летописей обнаружат под правой лапой сфинкса. И тогда человечество обретет знания, оставленные Великой цивилизацией Атлантов. Но, возможно, кое-кто из людей уже побывал в этом зале. Зал летописи Атлантиды искали почти 100 лет. Любой в мире археолог все отдал бы за то, чтобы проникнуть туда и явить миру сокровища погибшей цивилизации. Доказать, что мы не первая разумная раса на Земле. И узнать, что случилось с теми, кто был до нас. Египтолог с мировым именем Ларри Хантер четверть века посвятил изучению пирамид и сфинкса. Он ближе всех подобрался к разгадке местонахождения секретной комнаты. О чем и рассказал в поистине сенсационном интервью. Это прозвучит невероятно, но ученый нашел зал летописей и знает, что там лежит. Эти архивы были составлены жителями Атлантиды. Когда их мир должен был вот-вот рухнуть, они захотели оставить потомкам максимальное количество информации и построили несколько библиотек. Я думаю, в архивах содержится информация о предназначении пирамид, об управлении солнечной энергией, о мощных, неизвестных нам источниках энергии. Все это можно там найти. В архивах содержатся знания из прошлого, которые мы сможем использовать в будущем. Но почему же архив Атлантиды до сих пор не обнародован? Дело в том, что власти Египта прекрасно знают, каким обладают сокровища. За право владеть наследием погибшей цивилизации идет ожесточенная борьба, хотя извлечь древние сокровища и даже прикоснуться к ним не так-то просто. Однако право первооткрывателя, безусловно, принадлежит Ларри Хантеру и его команде. На основе анализа древних текстов он установил, что под египетскими пирамидами скрыт целый город. Ученому впервые удалось проникнуть туда еще 30 лет назад, о чем он написал в ряде научных журналов. Оказалось, подземные катакомбы тянутся на много километров под Каиром и уходят вглубь земли на 12 уровней. При этом границы города очерчены древними храмами, как сторожевыми башнями. А под правой лапой сфинкса, как и предсказал Кейси, действительно находится главное святилище. О чем Ларри Хантеру и египетские власти тогда явно посоветовали не рассказывать, если он хочет продолжать работать на раскопках. Но скоро зал летописей все равно найдут, так или иначе. Сегодня пустое пространство под пирамидами пытаются найти с помощью космических спутников и электромагнитного излучения. На это уходит много времени и денег. Мы для поиска использовали человеческий голос и эхо от него, акустику. Я думаю, что если эта история получит огласку, мы наконец сможем понять, почему власти Египта не признают факта существования зала летописей. Они ведут свою игру. Власти Египта, похоже, действительно не один год скрывали от мира сенсационное открытие. Еще в 1989 году японский профессор Йоши Мура с помощью георадара сканировал камеру царицы в пирамиде Хеопса и территорию возле сфинкса. Он пришел к выводу, что под землей скрыто неизвестное археологам помещение. С таким же предположением выступил и американский геофизик Томас Добецкий. Однако египетское правительство сразу же запретило иностранным ученым проводить в районе сфинкса какие-либо археологические работы. Начиная с 1989 года в Египте шла бурная деятельность. Ее полностью контролировал доктор Заки Хавас и Высший совет по древностям Египта. В результате открытия подземной комнаты и лабиринтов египтяне присвоили себе. Только после этого международным организациям позволили возобновить исследования возле пирамид. Однако до сих пор попасть в зал летописей по данным Ларри Хантера египетские археологи не могут. Древние Атланты установили систему защиты. Это плотная завеса яркого света, энергетическое поле, пройти через которое невозможно. Но Ларри Хантер и двое его коллег сделали попытку отключить энергетический барьер. Они использовали акустические технологии, то есть просто пели древние мантры и молитвы. И спустя некоторое время египтологи поняли, что подобрали ключ к вратам. Их взору предстало невероятное зрелище. Световая завеса померкла, правда, всего лишь на мгновение. И ученые увидели тот самый зал летописей Атлантиды. Мы увидели, что в той комнате за дверью стоит небольшой ящик со статуей Осириса, сделанный из базальта. В руке он держит анг, египетский крест. Пройти сквозь световые врата археологи просто не успели. Энергетический барьер включился вновь. Официальная египтология продолжает утверждать, что пирамиды — это древние гробницы. Их якобы строили для погребения фараонов и знатных фельмож. Однако ни в одной, даже в Великой пирамиде Хеопса мумию правителя до сих пор так и не нашли. Более того, отсутствуют погребальные и вообще какие-либо надписи, характерные для царских погребений. Если бы это действительно была усыпальница, оставить ее такой бедной было бы страшным неуважением к почившему царю. Посмотрите на гробницы других фараонов в долине царей в Луксоре. Это целые дома со всей утварью. Но тогда зачем же на самом деле фараонам были нужны пирамиды? Древние пирамиды сохранились и на территории Мезоамерики. Вот только, как известно, ацтеки, майя, альмеки вели племенной образ жизни. Выращивали маис, использовали для охоты лук и деревянные стрелы. Каким образом индейцы сумели возвести столь величественные города, как Теотиуркан, Чеченеца, Тикань? Доктор химических наук Жозеф Давидович полагает, что для перемещения каменных глыб жители западного полушария применяли не силу, а знания. В 1981 году на научной конференции в Нью-Йорке внимание французского профессора привлек один любопытный доклад. Его автор, этнолог, записал легенды коренных народов Южной Америки. Из него следовало, что индейцы умели растворять камень с помощью растительных экстрактов. Недавние этимологические исследования говорят о том, что для создания каменных построек не использовались никакие инструменты. Для этого использовалось химическое растворение камней с помощью растительных экстрактов. И это именно то, о чем свидетельствуют легенды. Как выяснилось, в Западной Европе также умели трансформировать горные породы. Свидетельство об этом ученые нашли в древнеримских хрониках. В них написано, что эту строительную хитрость римляне применили во время одного из военных походов. Это малоизвестный, но достоверный исторический факт. Из истории мы знаем, что такой продукт, как уксус, это очень простое органическое вещество. Уксус использовался во времена древнего Рима Ганнибалом, который хотел завоевать Рим. И во время перехода через Альпы они растворяли камни, продалбливая отверстия в камни и помещая туда уксус. Это разламывало камень, и они могли двигаться дальше. И так они пришли в Италию. В закрытой библиотеке Ватикана хранится древний текст «Кодекс Риос». Рукопись составлена на языке ацтеков латинским шрифтом. Таким способом испанский священник-доминиканец Педро де Лос Риос записал легенды индейцев Мезоамерики. «Кодекс» содержит рассказ о прибытии в Америку Кецалькоатля. Интересная деталь. У Бога была белая кожа и длинная борода. Он явился из страны Талан с Востока. Белоликий Кецалькоатль принес с собой знания, которые позволили создать древнейшую цивилизацию Мезоамерики. По одной из гипотез, у этой легенды есть объяснение. В Америку в древности прибыли представители Атлантиды, затонувшего государство острова. Атланты научили строить пирамиды не только фараонов Египта, но и жрецов западного полушария. Давайте отмотаем время вспять. Исследования показывают, что в древнем мире люди всех наций и империй верили, что существовала цивилизация, зародившаяся на острове, которая была очень развитой. Намного более развитой, чем цивилизация во всех остальных регионах. Они верили, что искусство и технологии появились благодаря какой-то особенной расе, богам. Мы знаем об Атлантиде благодаря Платону. Платон же узнал о ней от древнегреческого политика Салона. Салон совершал путешествие в Египет, где беседовал с верховным жрецом. Он видел священный свиток египтян. Именно Салон назвал остров Атлантидой. Только посмотрите на эти сенсационные фото. Это снимки пустыни Сахара, сделанной из орбитального спутника НАСА. Странный объект привлек внимание экспертов. Гигантская кольцевая структура находится в районе Мавритании. Ее диаметр не меньше 50 километров. Это место назвали Гуэль-Эр-Ришат или Глаз Сахары. Объяснить, как и когда появилась аномалия, ученые не в состоянии. Но исследователи сразу заявили, это та самая легендарная Атлантида. Подробные сведения о затонувшем государстве острове оставил древнегреческий философ Платон. На модели, реконструированной по его описаниям, отчетливо видно, что Атлантида имела форму трех концентрических колец. Невероятное сходство со структурой Гуэль-Эр-Ришат. Кольца всплывшего посреди пустыни объекта на самом деле очень похожи на рукотворные. Более того, с данными оставленными Платоном совпадает и размер центральной площади. Ее диаметр около километра. Затонувшую Атлантиду исследователи несколько столетий ищут на дне морей и океанов. И, возможно, напрасно. Платон в диалогах Тими и Критии говорит, что после разрушения кольцевой остров остался как бездыханное тело с размытой водой землей. Он дословно говорит, после чего море в тех местах стало вплоть до сего дня несудоходным и недоступным по причине обмеления. Значит, остров существовал во времена Платона. Он говорит, что на острове больше никто не живет. Значит, остров был просто накрыт водой и потом сразу вышел наружу, но уже был разрушен. Так может, уцелевшие Атланты переехали недалеко и оказались в Египте? Может быть, этим и объясняется загадка сфинкса с лицом человека иной расы. Посмотрите, египетский фараон-реформатор Эхнатон, его главная жена Нефертити и шесть их дочерей тоже имели очень странную внешность. Вот как они выглядели. Судя по всему, форма головы этой загадочной семьи намного превышала объемы нормальных человеческих черепов. Проверить это пока нельзя. Их мумии до сих пор не найдены. Исследователи делают свои заключения на основе прижизненных статуй этих царственных особ. Однако, судя по древним фрескам, не только эти правители древнего Египта при жизни скрывали форму своего черепа. Перед подданными они представали в немесе, высоком головном уборе. Что не так было с головой у фараонов Египта? Наиболее вероятно, что египетская цивилизация была продолжением атлантической цивилизации на новом эволюционном витке. Когда природный катаклизм уничтожил Атлантиду, не все же представители погибли. Они начали создавать новые цивилизационные центры, в том числе в Америке, майя наследники этого, и Египет, прямые потомки и наследники атлантической цивилизации. И вот фараоны, великие мудрецы и жрецы Египта это перевоплощенные атланты. Этот детальный план строения головного мозга человека был обнаружен на стене храма в Луксоре. Необычную фреску нашел французский химик и египтолог Швалер де Любич в конце 30-х годов. Зона шишковидной железы на рисунке представлена в виде огромного глаза. Есть версия, что увеличенная шишковидная железа и есть причина, по которой у фараонов были вытянутые черепа. Фараон их на тон отличался от своих подданных не только формы черепа. Современная медицина относит такие анатомические способности к наследственным заболеваниям. Куриная грудь, воронкообразная грудная клетка и ненормально длинные конечности. Признак синдрома Марфана. Большой череп и крупные черты лица возможны результат психического отклонения под названием болезнь штетинского ткача. Широкие бедра и живот влияние женского гормона прогестерона. Что стало причиной таких отклонений? И почему сын их на тон фараон Тотанхамон и вовсе прожил всего около 20 лет, имея целый букет тяжелых наследственных заболеваний? Были династические браки распространения не только в Египте, но и в других цивилизациях. И эти династические браки имели своей целью сохранить уникальный генотип, которым обладало это семейство. Семейство небожителей, спустившись на землю. И поэтому, чтобы не рассеять генный материал, чтобы он не затерялся среди тысячи тысяч, вот сохранились династические браки. Когда фараоны представали перед народом, они сияли подобно солнечному богу Ра. По одной из гипотез, причиной этому были вовсе не гены небожителей. Добиться сияния кожи помогало мелкодисперсное золото. По одной из гипотез, его тонким слоем наносили на кожу и даже употребляли в пищу. Древние папирусы свидетельствуют о том, что правители соседних государств, обращаясь к фараону, писали «Золото в твоей стране много, оно как пыль». Золотоносные шахты, разработанные в период расцвета древнеегипетских царств, действительно были найдены в Нубийской пустыне и на Аравийском полуострове. Для чего в древние времена использовалось золото? Тогда его было очень много. Мы можем изучить древний туринский царский папирус, в котором указывается название и расположение прииска, где золото добывается и по сей день. По сути, это буквально целая гора золота. Но тогда золото превращалось в белый порошок, который использовался в неких неизвестных современной науке процедурах. Понять, как ведут себя ионы золота в организме человека, современным ученым помогли нанотехнологии. Новейшие методики позволяют использовать мелкодисперсное золото для лечения заболеваний, связанных с нарушением синтеза коллагена и угнетением вируса. Среди них – артриты, дерматиты, вирусные инфекции. Но откуда такие знания были у фараонов? К тому же для производства мелкодисперсного золота нужны технологии, которые тысячи лет назад вроде еще не существовали. Свойство самого золота – не окисляющийся металл, он очень устойчив. И вот это используется для сохранения. Это консервант своего рода. И исторически было опробировано, и, в общем-то, есть данные в пользу этой точки зрения, что действительно мелкодисперсное золото обладает свойством консерванта. И его пытались употреблять внутрь, для того, чтобы оно равномерно распределялось по всему организму. Величайшее археологическое открытие XX века – гробница Тутанхамона. Внутри находился саркофаг из чистого золота. Но что самое удивительное, там были обнаружены украшения, выполненные из редчайшего фиолетового золота. Выяснить секрет получения такого сплава решил египтолог Роберт Вут. В 1934 году он опубликовал статью «Пурпурное золото Тутанхамона». Оказалось, что химики древнего Египта умели получать сплав 75% золота с 25% алюминия и палладия. Причем сделать это даже с помощью современного оборудования непросто. Малейшее нарушение в технологическом процессе приводит к тому, что фиолетовое золото становится слишком хрупким. Дальнейшие исследования дали еще более шокирующий результат. Выяснилось, что золото из гробницы Тутанхамона было подвержено очистке. В его составе присутствует всего 1% примесей. Добиться этого можно только путем электролиза. Кто передал фараонам технологию обработки золота? Откуда в древнем Египте появились знания, которые современной науке стали доступны лишь в последние десятилетия? Я хотел бы показать вот эту фотографию с изображением человека. Она поможет разобраться, были ли древние технологии, привнесены на Землю извне, из космоса. Фотография была сделана в древнем поселении возле плато Гизы. Изображение совершенно не похоже на древнеегипетские гравюры. Здесь человек держит какой-то флаг и вообще похож на инопланетянина, а не на египтянина в сандалиях. Человек находится в центре вертикальной симметрии. Очевидно, что этой арке очень много лет. Найденное археологами поселение возле плато Гизы раньше отделяла от долины пирамид длинная стена. До наших дней древнего поселения сохранились лишь руины зданий. Но что самое удивительное, под слоем глинобитных кирпичей египтологи обнаружили фундамент, построенный по совсем другой технологии. Куда более совершенный, с использованием хорошо обработанных и точно подогнанных друг под друга каменных блоков. Строительством этого здания занимались представители двух разных цивилизаций. Прочную каменную структуру сооружали еще до всемирного потопа. А глину клали египтяне после того, как этот регион вновь поднялся из воды. Согласно этой популярной альтернативной гипотезе, пирамиды Гизы и древнее поселение были построены еще до всемирного потопа. Десятки тысяч, а возможно и миллионов лет назад. В руках египтолога Ларри Хантера одно из доказательств гипотезы. Такие камни были найдены и у основания трех пирамид Гизы, и в древнем поселении неподалеку от них. Возвесняк словно примешаны хорошо обработанные круглые камни, очень похожие на монеты. Получался уникальный сверхпрочный материал. Этим камням больше, чем 65 миллионов лет, потому что они использовались для строительства зданий еще до всемирного потопа. Возможно, они и старше. Мы можем видеть их по отдельности. С течением времени связующие компоненты разрушились, и эти монеты выпали. На песке их сразу и не заметишь. Но если детально изучить, каким образом они использовались для строительства, мы поймем, что такой технологии на Земле на данный момент нет. Если кто-то сможет научиться производить такие камни, он сможет построить еще одну великую пирамиду. Но до тех пор этого не произойдет. Чтобы проверить свою гипотезу, Ларри Хантер предпринял смелую экспедицию. Из Египта он отправился в Турцию. На территории этой страны, в восточной ее части, находится гора Арар. В 2200 метрах от ее вершины предположительно лежат обломки Ноева ковчега. Сооружение, построенного до всемирного потопа. Возникает вопрос, каким образом могут быть связаны Ной и Великая пирамида? В Великой пирамиде я обнаружил некий материал на основе кремния. В строительстве в наше время он не используется. В Древнем Египте его тоже не использовали. Его принесли грязевые потоки во время Великого потопа. Еще в 1955 году французский промышленник и исследователь Фернан Навара заявил, что добрался до Ноева ковчега. Более того, он привез окаменевшие доски, отломанные от тостого гигантского судна. После этого никто из исследователей подобных артефактов не предъявлял. Исследования в районе Арарата давно не проводятся. Это район армяно-турецкой границы. Территория, охраняемая военными. Неужели Ларри Хантеру удалось получить доступ к древнейшему артефакту? На сегодняшний день проведен анализ фрагментов судна. Это окаменелая древесина. В них нашли и гвозди, которые были приклеены к дереву. Размеры ковчега указаны в первой книге Моисея. На месте можно проследить, как этот корабль постепенно спускался с горы вместе с грязевыми потоками. Работы предстоит еще очень много. Он находится на высоте примерно 7,5 тысяч футов над уровнем моря. Когда я приезжал туда, там происходили столкновения между армянами, курдами и турецким правительством. Обстановка там весьма напряженная. Египтолог Ларри Хантер уверяет, что и на обломках ковчега, и на пирамидах Гизы он обнаружил похожие следы грязевых потоков и морской воды. Неужели знаменитые пирамиды действительно построены задолго до всемирного потопа? О водной эрозии на поверхности сфинкса прежде заявлял египтолог Джон Энтони Уэст. Он обратил внимание на то, что выветривание оставляет на известняке горизонтальные ребристые слои. В случае со сфинксом напротив видны вертикальные гладкие изгибы, а это характерный след водной эрозии. Есть еще одно доказательство. К западу от Фаюмского оазиса на севере Египта были найдены останки китов. Возраст этих китов от 40 до 45 миллионов лет. Так составляется общая временная и геологическая картина. Эти кадры сняты на территории нашей страны, на Алтае. В Чемальском районе, неподалеку от села Куюс, историк, краевед Александр Кречетов обнаружил гору-пирамиду. Ее высота 350 метров. Житель Алтая уверен, что это сооружение гораздо старше знаменитой пирамиды Хеопса. Создана может быть для того, чтобы поддерживать связь между космосом и Землей. Видимо, эта пирамида древнейшая на Земле является прообразом всех остальных пирамид, в том числе и великих египетских. Место, где найдена пирамида, коренные народы Алтая называют Тугусхан. Это означает страна девяти великих мудрецов. По преданию, территория этой страны пролегала вдоль реки Катунь. И хотя в официальной истории упоминания о Тугусхане нет, алтайцы и сегодня считают эти земли священными. на протяжении вот этих 150 километров здесь никогда не было дельникового периода. И было условие для прекрасного, комфортного проживания человека именно вот в этой долине, в долине Катунь. И это место как раз сейчас и является самым большим сосредоточением древних артефактов на Земле. Где бы что бы люди ни копали, везде находятся древние остатки. В 1974 году в Сибири в одной из шахт Кемеровской области была сделана шокирующая находка. Горнодобытчики натолкнулись на древний артефакт каменный саркофакт. Внутри него оказалась погребена женщина. Археологи ожидали обнаружить древнюю мумию. Однако оказалось, что останки находятся в растворе. Они были словно законсервированы. Возраст биологический находки 30-35 лет. А вот исторический возраст этой дамы по разным данным от 600 до 800 миллионов лет. Академическая наука заявляет, что человек разумный расселился по планете 40 тысяч лет назад. При этом первая развитая цивилизация древнего мира возникла в районе Месопотамии. Кто сотни миллионов лет назад мог создать каменный саркофаг, найденный в Сибири? Откуда там появились люди? Есть версия, что эта сенсационная находка была далеко не единственной. В ближайшее время после первой находки здесь же были обнаружены еще порядка 30 таких же захоронений и мужчин и женщин. Понятно, что все это быстренько было увезено в неизвестном направлении, говорят, в Москву, а на самом деле куда, непонятно. Места были оцеплены, все тщательно проверено и в общем-то местные говорят об этом по воспоминаниям, кто был свидетелем, а в принципе официальная информация и следы этой находки теряются, то есть засекречено. О древних саркофагах с помещенными в них телами представителей предыдущей цивилизации свидетельствует лама Лапсан Крампа. Его книги сегодня расходятся по всему миру многомиллионными тиражами. Лама посещал подземные залы под храмом Потолы в Тибете. Он видел три саркофага из черного камня с надписями на неизвестном языке. Может это представители той же цивилизации, след которой был найден в Сибири? Но почему тела, помещенные в саркофаг, не превратились в пран? По одной из гипотез, древняя высокоразвитая цивилизация владела знаниями о четвертом состоянии воды, кроме жидкости, пара и льда, они умели получать вязкую воду. Она-то и служила своеобразным консервантом. Ну, мне кажется, существует вязкая вода, и она существует в организме обычных людей тоже. Это прежде всего пульпозные ядры межпозвоночных дисков. межпозвоночных И вот мне думается, я не могу этого доказать. Я видел этих людей. Я не могу доказать, но мне кажется, что вода за счет медитации переходит в четвертое состояние и мгновенно консервирует все обменные процессы в организме, останавливая их, чтобы потом возродить. Буддисты рассказывают легенду о святом учителе Падмасабхаве. Последние семь дней жизни он провел в монастыре Чиу возле Кайласа, а потом улетел на крылатом коне. Все это лишь легенды? Или кто-то действительно посещал нашу планету, создавал здесь великие пирамиды и передал великие знания нашим предкам? Доисторические летательные аппараты, описанные в индусских летописях, историки считают фантазией древних авторов. Однако эти описания весьма любопытны. Существует даже целый трактат, посвященный так называемой древней авиации. Он называется Виманика Шастра, что в вольном переводе может означать самолеты и техника пилотирования. В этом трактате приводятся поразительные подробности. Ну, например, эти сказочные летательные аппараты развивали скорость до 800 километров в час, летая на высотах от 10 до 12 километров. Это, между прочим, оптимальные параметры для современной авиации. На борт эти самые Виманы могли брать 12 пассажиров и 300 килограммов груза. В этом трактате описаны принципы управления и даже виды топлива. Возможно, переводчики этого удивительного трактата о древнем воздухоплавании кое-что приукрасили. Но согласитесь, если хотя бы часть этих переводов верна, это каким же уровнем развития или хотя бы фантазией обладали древние жители Индии? Созданные в древней Индии эпос Махабхарата и другие тексты рассказывают о событиях, которые происходили тысячи и даже десятки тысяч лет назад. Они рассказывают о времени, о котором западным историкам вообще ничего не известно. Тогда боги жили среди людей. Они использовали летательные аппараты — виманы. Эти корабли стреляли молниями, были оснащены чем-то похожим на современные ракеты и радары. Соответственно, мы задаемся вопросом, как выглядели эти корабли, кто их построил и кто на них летал. Фантастические летательные аппараты, столь детально описанные в индусских манускриптах, историки считают вымыслом древних авторов. Но вот в чем загвоздка. Используя древние тексты как пошаговую инструкцию, инженеры-любители из разных уголков земного шара уже не раз воссоздавали виманы. Правда, поднять такие устройства в небо пока не удавалось. Виманы, я думаю, были такими маленькими летающими аппаратами типа наших вертолетов, только они использовали для передвижения не винты, а радиационная сила. Описание их есть, причем очень подробное. Вот только некоторые цифры из древнеиндийского текста. Виманы развивали скорость до 800 километров в час, летая на высоте от 10 до 12 тысяч километров. Могли ли древние авторы выдумать подобное? Откуда взялись эти цифры? Кроме того, в древнем трактате перечислены принципы управления и даже виды топлива. Текст написан на санскрите. Конечно, возможны искажения при переводе. Но если хотя бы часть этих данных верна, то появляется еще одна гипотеза. Летали на виманах уж точно не предки современных индейцев, а куда более высоко развитая цивилизация. Они обучали наиболее продвинутых представителей древних индейцев, и они могли летать на этих летательных аппаратах. Термин вимана означает не только летательный аппарат, но и главное святилище в индуистском храме. Случайно ли это совпадение? Доктор Нарендра Сахасра Будхи, инженер-строитель, крупный специалист в области еще одной древней науки Вастушастры, индийской системы архитектурного планирования. В ее основе сакральная божественная геометрия, дар индуистских богов. Эти знания тысячелетиями широко применяют в Индии. Их начали изучать и на Западе. Все знают, кто такой великий мистик Ошо. Он жил в Пуне. Возле его дома на севере и северо-востоке была река, а по шастрам это самое лучшее положение, потому что север и северо-восток это зоны притока энергии. И они всегда должны быть открыты. Ошо имел славу, богатство и успех. Но как только он построил возле дома две большие черные пирамиды для своих последователей, у него начался тяжелый период жизни. Пошло очень много клеветы и раздоров. Форма очень важна, потому что она определяет будущее, определяет будущие события, которые произойдут с человеком. В городе Танжавур на востоке Индии сохранилась ступенчатая пирамида Брихадешвара. Это один из самых древних храмов, посвященных богу Шиви. Сооружение имеет сложную форму, оно украшено цветными фигурами. В Южной Индии местом паломничества последователей бога Вишну является древний храм Шри Рангам. Высота этой гигантской ступенчатой пирамиды достигает 72 метров. Это самый большой храм Индии. На западе об этих храмах-пирамидах знают немногие. Сами индуисты считают, что построены древние храмы-пирамиды как минимум 5000 лет назад. Сведения о них содержат каменные таблички, на которых раньше отмечали мухурты, благоприятные даты для проведения важных событий. Пирамида по сути это одна из самых великих форм, потому что она несет в себе идеальный баланс пяти элементов земли, воды, огня и так далее. пирамиды встречаются повсеместно. На входе в храм всегда есть пирамидальные конструкции. На потолке пирамиды изображают и в виде геометрических фигур и узоров. У них разные формы с квадратным основанием, с прямоугольным. Каждая форма связана с определенным элементом. Пирамида определенного цвета, размера и формы начинает работать. энергия закручивается по мандале, то есть по часовой стрелке, так как она и должна двигаться, как это сказано в традиционных писаниях. Одни из самых малоизученных пирамид находятся у побережья Японии. Высота затопленных сооружений выше 76 метров. По мнению ученых, пирамиды Янагуни могли быть созданы до последнего ледникового периода. Значит, их возраст около 12 тысяч лет. За последние годы выяснилось, что океан скрывает и другие мегалитические постройки. В Камбейском заливе Индии обнаружены руины древней Двараки. На побережье Микронезии и Полинезии до сих пор находят черепки посуды, изготовленные жителями неизвестных затонувших поселений. В Южной Америке на дне озера Титикака сохранились руины храмов, брусчатка дорог, фрагменты сельскохозяйственных террас. Наследием погибшей цивилизации могут быть и пирамиды Египта, Китая, Мезоамерики. Они сохранили достижения в геометрии, астрономии, алхимии, великие знания тех, кого древнегреческие ученые называли атлантами. Откуда бы они не прилетели. В продолжение этой мысли хочу сообщить, что на днях пришли снимки, сделанные космическим зондом НАСА рассвет. И они сенсационны. Впервые получено четкое изображение карликовой планеты Цереры, которая находится в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Так вот, первое, что разглядели астрономы на поверхности нашей соседки, это гигантское сооружение, как две капли воды, похожие на снимки египетских пирамид, сделанных из космоса. Что это? Фантазия любознательных уфологов? Или еще одно косвенное доказательство того, что жизнь во Вселенной гораздо интереснее того, что нам рассказывали в школе? Загадки цивилизаций. В этой книге мы пытаемся ответить на вопросы, располагает ли наука достоверными свидетельствами посещения Земли инопланетянами? Кто населял нашу планету в прошлом? И существуют ли параллельные миры, в которых возможно разумная жизнь? Ищите на книжных полках или в интернет-магазине Лабиринт.